ну ладно тут же мне выдается почти в следующий момент сервисе тема почти полмиллиона подпряда что шутки вы знаете эту статью она опять это самое вот на этом вот канале свежая свежайшая я ее уже лет десять как вот эту схему вот она видите вот копировать я ее уже лет десять знаю ее уже наверное полсотни разных сайтов каналов и как там этих страниц и как еще называется в яндексе в ютубе вот эту повторяю просто позор уже все знают что обреку вишни практически полностью уничтожены европейской россии я сам слышал с трибуны съезда когда меня оттуда это не дали говорить потому что ее не сервис ладно вот а другому то далее ведь когда ученые рассказал страшную вещь что все погибли миллионы вишен но он кроме фунгицидов то ничего не придумал а сказать ребята но в этом даже нарисовать при сельском сказать вот она ошибка сколько может долбить людей что вот этого нельзя отрезать видите и вот это вот как заклинание из года в год из года в год подтвердите вот подтвердите волью проведите зачем ему обрезка сейчас смотрите его и везде одно заклинание больше прореживать вот из так же как и здесь начинается с прореживания заканчивается огромное количество муравьев и три но в начале для а потом муравьи и в то что они занимаются дают это их дело и они попутно еще и и стремятся они извините на одно то что называется еще и падью называется так знаете вот ли брюшке такое вкусное такое они дают ну как вы коров примерно мы тоже любим это молоко и прочее и вот получается что она этом они не живут они также уничтожают продолжают уничтожать уничтожать насекомых и если вы посмотрите у меня а мне уничтожать то ничего а их нет на моих деревьях насекомых вообще нет и дыр нет помните случаи когда телевидение искала вот я влющите у меня дырку в одну дырку несколько минут искали округом муравейник и муравейник нарочно взял все муравейники которые вылезли стали иметь стали видны огородил зал пока еще вырастут вспоминайте диски на 2 дыр нет насекомых нет муравейник есть и дыр нет чего-то мои слова стоят а девчата эти самое выпустите демережеки напишите вот мне надо вот сейчас что вы видите где-то одним глазом посмотрите чудо парятся это не где-то что-то скажете значит смотрели чем-то смотрим дальше так вот вишни череши сейчас я возьму так мы семейный архив мы посмотрели компьютер архив так 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 что фото вишен смотрим сюда ох это не делали то не то еще есть это это у меня рабочая фотографии ну сами понимаете учебная а у меня через фотографии но фактически выставочная фото 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 в другом месте сейчас давайте посмотрим вишни нет 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 возрастаемся они тут вот-вот-вот, статификация это другое, раз, статификация, вот, черешня и вишни, вот смотрите, я быстренько листаю, ну тут попали войлочные вишни, сало как сало, подумай, что они сладче, войлочная вишня, сладче просто вишня, войлочная, ага, вот это вот требует, от меня требуют вот эти специалисты, как бы, что это все надо пореживать, я не вижу в этом смысла, вот это надо пореживать, я не вижу смысла, а тот, который в 2015 году я купил участок, вот он снаружи так смотрится, вот, чего его пореживать, а это соседский сад, заброшенный, тоже вишни, вот эти вишни, которые я укропнил с помощью вегдотерминизации, которые не существуют, вот еще одно укропнил, я все это рассказывал, поэтому я быстро-быстро, это вишня я привез с Украины, вот этот черешневый лист, вот, когда я вижу это сразу, вы мне объясните, в Иркутске есть, среди моих слушателей есть жители Иркутска, вот, может быть, рядом с Иркутском живет Марина Кузина, пожалуйста, я вас умоляю, мы с вами дружим все, скажите, где у вас питомник, который, вот чтобы саженцы перевезти, в Саиногорск, нет, в Абакан, огромную партию, именно черешневых саженцев, нужно иметь очень-очень большой черешневый сад, в Иркутске, по моим данным, там нет ни одной черешни, значит, возможно, видите, я слово возможно применял, чтобы под суд не попасть, возможно, это неправда, возможно, из другого места, вот, Марина, пожалуйста, может быть, вы, там уже ближе вас, у меня нет ни одного человека, помните, как вы выступали на зональной конференции, рассказывали про технологию железа, помните, то есть, уж если на это вы способны, то отличить черешню от вишни, если подсовывают вишню, вы бы смогли бы, вот, ну, вот это, это самое, внедрение генов черешни, результат укрепнения вишни, это уже не декарь, это это, ну, и сами черешни, смотрите, черешни, 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 вот, ну, еще раз говорю, по моим понятиям, в нашем районе только черешни есть у двух человек, у меня и покойного Борнара, о, сейчас позвонил сегодня Чернобаев и сказал, Константинович, у меня впервые заплодосил черешню, он будет третьим, это я называю, это защита, чтобы птицы, ой, как я не клюю, ой, как я клюю, вот, ну, ладно, сало как сало, возвращаемся к себе, так, где вы были, где вы были, теперь придется вот тут себя искать, вот тут, 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 стоило выскочить, не умею я по-другому управлять компьютер, не умею, вот тут, и, наконец, 181 вебинар, вот тут мы остановились, То есть, как правильно обрезать вишню и черешню. Ещё раз. Вот это всё должно исчезнуть, как сказать. Одна из двух-трёх причин, почему никогда не возродятся эти самые вишни и черешни. Потому что очередные полмиллиона одураченных людей знают, как к себе обращаться. То есть, калечить, калечить, калечить. Не понимая, что это болезни, это потеря иммунитета. Это те же самые, потом опять тля, потом жуки, потом гусеницы. Здоровое дерево не позволяет есть свои листья, потому что у них есть природная защита. Только не знаю, как правильно называется. Антигены, лейкоциты, как хотите. Вот это мне обидно. Но я бы, если бы мне для комментариев не прислал бы, брат, я бы уже бы, ну сколько можно. Но, понимаете, кто-то решил, что вишня тоже неправильное дерево. 8-10 веток. Помните, когда там специалист по черешням, от пяти до, книги от пяти до восьми веток в каждом ярусе, оставляем три. Я представил себе восемь веток, оставляем три. Пять, это что-то с ума сошла. Пять дыр на каждом ярусе. Все это еще и взяла, еще и на это. Изобразила схемами. А потом самое страшное. После сильной обрезки, тут есть ли, а на самом деле не есть ли, а на такие есть. После сильной обрезки появляются волшковые побеги. Их укорачивают или отклоняют. А зачем тогда было делать сильную обрезку? Тут заняться нечего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok